Реформы здравоохранения На сегодняшний день самыми распространенными болезнями в мире являются болезни сердечно-сосудистой системы. Это инфаркты и инсульты, от которых гибнет больше всего населения в мире. Украина не является исключением. Сейчас в Украине действует государственная программа. Она включает в себя организацию кардиологических центров с ангиографическими установками, которые могут оказывать помощь пациентам 365 дней по 24 часа, 7 дней в неделю. Надо давать помощь пациентам 365 дней по 24 часа и 7 дней в неделю. Раньше пациента с острым инфарктом везли в любую больницу. Сейчас создана сеть центров. Мы знаем, куда везти этого пациента. На месте предоставляют стентирование бесплатно. На сегодняшний день в Украине 41 новый центр в областных центрах в других городах. В некоторых городах есть по несколько центров, которые работают в режиме скорой помощи и помогают пациентам каждый день. Это дает возможность уменьшить в три раза смертность в стационаре, смертность после выписки пациентов. Раньше украинцы не могли выбирать своего врача самостоятельно. Они были привязаны к месту жительства. Сейчас мы свободно выбираем своего врача и при необходимости можем подписать декларацию с другим. Когда пациенты заключают договор со мной, мы знакомимся друг с другом. Я знаю всех и чувствую ответственность за каждого. И это стимулирует меня развиваться и изучать современные протоколы лечения. Раньше я даже не знал, кто мой участковый терапевт и какие услуги он предоставляет. Теперь мой семейный врач Дарина Игоревна иногда даже звонит мне, чтобы узнать о моем здоровье. Сама контролирует мое состояние после установки стента и выписывает рецепты на лекарства. Раньше украинцы покупали все лекарства за свои деньги. Сейчас они могут получать лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа бесплатно или с небольшой доплатой через правительственную программу «Доступные лекарства». Раньше бывали случаи, когда мои пациенты отказывались от приема лекарств от хронических болезней. Они не могли употреблять их постоянно. Теперь они могут получать свои лекарства бесплатно или с небольшой доплатой от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа. За эти лекарства аптекам платит Национальная служба здоровья. Благодаря этому пациенты могут заботиться о своем здоровье ежедневно и не попадать в больницу с осложнениями. Так что шаг за шагом мы трансформируем систему здравоохранения Украины, чтобы в центре внимания был человек. И ничто не остановит перемены, время которых настало. Итак, доктор Супрун, первый этап реформы здравоохранения уже пройден. Давайте поговорим о достижениях и победах, которые он принес украинцам. И, возможно, поговорим об этом в плане сравнения со всей системой, которая у нас была, о наследствии от советской системы здравоохранения. Когда мы начали преобразование системы здравоохранения, нам советовали начать с системы первичной медицинской помощи. Именно там предоставляется 80% всех медицинских услуг. Первичная помощь – это именно семейные терапевты или педиатры, оказывающие помощь детям. То, что мы делали, мы создали Национальную службу здравоохранения Украины. Это система единого платежа, где услуга оплачивается в пункте обслуживания. Мы взяли бюджетные средства, которые раньше распределялись равномерно по всей стране, создали национальное медицинское страхование, и теперь мы платим за услуги прямо на местах. В апреле 2018-го мы начали программу подписания договора с семейным терапевтом. И спустя год с небольшим, более 28 миллионов украинцев уже выбрали своего семейного терапевта. Как было сказано в этом видео, они свободны в выборе терапевта. Раньше они могли обращаться к врачу только по месту жительства и не могли получить медицинских услуг в любой другой точке страны. И есть совершенно определенный набор услуг, который предоставляется для них бесплатно. Когда я говорю с пациентами, 70% из них довольны своим семейным терапевтом, 9% недовольны. Но теперь они могут сменить терапевта по своему усмотрению. Следующее – это программа обеспечения лекарствами для 8 миллионов украинцев, которые не могли заплатить за эти лекарства в прошлом. Вы имеете в виду программу «Доступные лекарства»? Да, программу «Доступные медицины». Мы добились снижения случаев осложнений от хронических болезней, потому что иногда пенсионеры должны были выбирать между покупкой продуктов и лекарств. Теперь, благодаря этой программе, они могут принимать лекарства регулярно. И, соответственно, у них не развиваются осложнения от хронических заболеваний. То есть, иногда было трудно приобрести выписанные лекарства через обычную или электронную очередь? Как министерство отреагировало на отзывы людей на этот счет? И были ли внесены какие-то изменения в программу, которые помогли ей преобразиться в нечто другое? Когда была запущена программа «Доступных медикаментов», она производилась через систему субсидий. Иными словами, каждый месяц выделялась определенная денежная сумма для регионов в Украине, что дало возможность возмещать затраты аптек на доставку лекарств. В итоге получалось, что если эта сумма заканчивалась в течение месяца, последние несколько недель люди не могли получить необходимые лекарства. После года работы в таком ключе мы передали эту программу системе здравоохранения. Теперь в рамках национальной программы вы можете получить необходимые вам лекарства через электронную систему, где все данные внесены вашим лечащим врачом, и пойти в любую аптеку, которая участвует в этой программе и имеет доступ к необходимым вам лекарствам без каких-либо затруднений. Когда мы узнали, что люди не могли получить свои лекарства за последние пару месяцев, мы изменили способ финансирования программы, что принесло позитивные изменения, так как теперь уже не существует этой проблемы. Человеку не нужно бежать в аптеку в начале месяца, чтобы получить необходимые лекарства, или, к примеру, во время отпуска в Одессе, человек с киевской пропиской может связаться со своим лечащим врачом, который, в свою очередь, внесет необходимые данные в электронную систему, чтобы человек мог забрать лекарства. Система здравоохранения сейчас продвигает самодостаточное развитие этой программы. Я бы скорее сказала мобильность этой программы. Человек с гражданством или разрешением пребывания в Украине может получить необходимый медицинский уход в любом учреждении, подчиняющемся системе здравоохранения. Если вы живете во Львове, но вам необходимо посетить врача в Киеве, который является специалистом в определенной области, которая для вас актуальна, вы, безусловно, можете посетить этого специалиста в Киеве, даже если у вас нет киевской прописки. Давайте сосредоточимся на этом вопросе. Как вы относитесь к оппонентам централизации финансирования системы здравоохранения, здравоохранения, тем, кто против финансирования? На самом деле это едва ли централизация. На деле это наиболее децентрализированная система, которую только можно представить. Так как именно пациент выбирает, кому он платит. Это решает не областной департамент здравоохранения, не главврач в определенной больнице. Но пациент, который выбирает врача, чьи услуги оплачиваются и чьи взаимоотношения прописываются в декларации. Или, к примеру, пациент решает, какая именно больница подходит для них. Те, кто отзывается о такой системе, как централизации, на самом деле манипулируют информацией. Ведь на деле этот процесс – наиболее децентрализированная схема, которая когда-либо внедрялась в Украине. В конечном итоге именно люди решают, куда будет поступать финансирование. Давайте разнообразим разговор. Ваши оппоненты говорят, что децентрализация касается системы здравоохранения, которая является цельной системой, в которой все финансирование системы. Мне кажется, более уместным будет не говорить о мнении оппонентов, но сосредоточиться на успехе программы. На сегодняшний день наша программа является наиболее успешной в аспекте борьбы с коррупцией. Мы получаем лекарства через международные организации. Мы смогли сохранить 40% ценообразования, что означает, что наши пациенты получают на 40% больше медикаментов. Нам удалось полностью покрыть детскую онкологическую программу, полностью покрыть здравоохранительную программу для детей-сирот. С другой стороны, у нашего агентства здравоохранения возможность транслировать на своем веб-сайте в режиме реального времени, как и где заполняются рецепты в нашей стране. Также можно проследить, сколько денег было выделено для каждого медицинского учреждения, к примеру, больницей, в которой обследуюсь я, в Печерском районе города Киева. Я могу посмотреть, сколько финансирования было предоставлено в течение определенного периода, как много денег мой врач получил для обследования своих пациентов. Осведомленность полезна для людей. То есть, если моя врач попросит оплатить свои услуги, я могу апеллировать тем, что она уже получила финансирование, потому что я могу проследить это на веб-сайте. И доступ к этой информации есть у каждого. Все есть на веб-сайте, все опубликовано публично, каждый может проверить это. Это одна из систем, существующих сейчас. У нас также был опыт работы с системой Прозорро, которая также является прекрасной системой в системе содействия. Мы вместе с Прозорро создали нечто, что назвали Амазоном для больниц, то есть больница может использовать эту систему для покупки некоторых вещей, например, шприцев или повязок. Они могут купить это в системе, выбрать необходимое количество, получить информацию о доставке и, например, забрать в течение нескольких дней. Мы пытаемся все перенести в электронную систему, и эта система предотвратит коррупционные схемы. Также мы пытаемся упростить получение услуг, чтобы не было больше необходимости идти куда-то, платить, чтобы что-то сделали за тебя, ведь теперь можно будет сделать все онлайн. Как сказал президент, мы хотим, чтобы страна была как на ладони в смартфоне, и мы уже проделали почти 60% работы в системе здравоохранения, чтобы перенести многие аспекты в электронный вид. Вот почему вам нравится использовать термин «трансформация» вместо термина «реформа» для системы здравоохранения. Помощь на местах могла бы быть и лучше. Украинская система здравоохранения развалена. Мы не можем просто починить некоторые детали. Нам необходимо трансформировать целую систему. Принцип, по которому построена система, действительно требует изменений. Раньше государственные средства шли на оплату медицинских услуг, сегодня же оплата услуг управляется пациентом. Пациенты сами выбирают больницу. У них есть свобода выбора из того, который предоставляет система здравоохранения. И, конечно, мы боремся с коррупцией, что позволило дать доступ к большему количеству средств, чем мы привыкли думать. Все привыкли говорить, что дайте больше денег, и все будет лучше. Это неправда. Мы должны использовать средства эффективно и должны это делать правильным путем. Вместо того, чтобы оплачивать стены, нам следует оплачивать за услуги, оказываемые пациентам. Вместо того, чтобы оплачивать кровати, нам следует платить за пациентов, чтобы могли лечиться на этих кроватях. Что же все-таки ждет нас в будущем, в 2019-2020-м? Какие следующие этапы реформы? 28 миллионов человек уже вошли в эту систему. Начиная с 1 января 2020 года, изменения коснутся первичной помощи в больничной системе, специализированной помощи. Например, если вы хотите пойти к кардиологу, то вам придется идти в больничный стационар. Опять же, из изменений – это то, что Национальная служба здравоохранения Украины будет назначать исполнителей, которые будут платить за оказываемые услуги. Нам придется внести много изменений в саму систему. Бюджет больниц принадлежит правительству, и зарплата платится из бюджета. Поэтому у персонала такие низкие зарплаты. Благодаря реформе зарплата терапевтов и медсестер может увеличиться вдвое, втрое и даже в четверо. Мы также открыты частной медицине. Любой пациент может подписать декларацию с государственным или с частным медицинским учреждением. Мы откроем двери для частных медицинских учреждений, уровень услуг которых выше, чем у государственных. Из того, что мы создали, это консорциум из неправительственных организаций – правительства, бизнеса, организаций пациентов, антикоррупционных организаций, чтобы работать вместе. Мы двигаемся в одну линию, помогая друг другу. В прошлом неправительственные организации бастовали под Министерством здравоохранения, требуя лекарств. Мы открыли дверь, пригласили войти и сказали, что мы обеспечим вас лучшими лекарствами, но дайте нам идеи, предложения. Давайте действовать сообща. Это самый лучший путь, который может вывести Украину вперед. Это было хорошее завершение. Спасибо, что согласились быть гостем нашей студии. Спасибо, что предоставили нам информацию о реформе. Это была Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины. Оставайтесь с UATV. Мы продолжаем освещать реформы в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова